Так, всем привет! Unreal Engine 5. Зачем он? Это мощный инструмент для создания игр, фильмов, анимаций и так далее. Это решение огромного числа сдач. И все-таки, в первую очередь, это игровой движок. Для этого же его качают правильно, для создания игр. Вот, например, я. И на мой скромный взгляд, львиная доля людей устанавливает его для того, чтобы создать свою игру, вдохновившись, например, КТА или мафией, горизонтом или богом войны, одним из нас или резидентом. Как проходило ваше знакомство с Unreal? Лично я после установки запустил шаблон третьего лица. Побегав по карте, управляя заранее созданным персонажем с заранее продуманной логикой, я задумался, как я сделаю игру мечты, если я даже не понимаю, как эта элементарщина реализована. Как раз этим мы сегодня и займемся. Мы и сами сделаем шаблон третьего лица. Так же, как он реализован и у эпиков. Нашим планом на сегодня будет Создаем новый проект, реализуем инпут-систему, то есть систему ввода. Сдадим управление персонажем необходимыми клавишами. Далее создадим blueprint персонажа. Поработаем в окне вьюпорта, произведем начальные настройки, зададим необходимые параметры. Затем перейдем в event graph или graph node, в котором запрограммируем логику поведения. Далее создадим игровой режим, то есть условия запуска игры. И, наконец, перейдем к анимации. Для начала сделаем blend space, пространство смешивания. Это ресурс, который позволяет смешивать несколько анимаций или поз, путем нанесения их на одномерный или двумерный график. В нашем сегодняшнем случае график будет одномерный. Так же, как в шаблоне. Затем создадим анимационный blueprint, что, как по мне, самая сложная и объемная часть сегодняшнего выпуска. Во-первых, начнем с переменных, создадим их для дальнейшего использования. Во-вторых, перейдем в event graph, построим всю логику, в ней мы, грубо говоря, и укажем переменным их задачи. И, в-третьих, нам необходимо расставить все анимации по своим местам, их переходы от одной к другой, настроить корректную работу. Этим мы займемся в анимационном графе. И да, мое водное слово и так затянулось, но хотел бы еще кое-что почеркнуть. Если ты постоянный зритель моего канала и уже смотрел, в частности, эти два видео, то тебе будет намного легче все понять дальнейшее. Если же сейчас по другую сторону новый зритель, привет, и ты не видел моих видео, то рекомендую глянуть для начала эти видео, для тебя я оставлю ссылки в описании. Это прямое продолжение вот этой всей рубрики. Итак, приступим. Запускаем проект, в нашем случае версию 5.2, она актуальна на июнь 23-го года. Далее создаем бланк, то есть пустой шаблон, и называем его third-person game. Сразу сохраняем уровень, для этого создадим папку, в ней как раз и будет храниться карта. Называем его third-person. На этом этапе нам нужен персонаж, со всеми необходимыми материалами, анимациями и, самое главное, ригом. Здесь изобретать велосипед не будем, переходим в marketplace, и загружаем стандартный эпиковский манекен. Продолжение следует... создадим сразу необходимые папки, а именно для блупринтов и инпутов. Теперь двигаемся дальше. Уже нет смысла говорить о старом методе ввода, поэтому будем говорить об актуальной, на данный момент, расширенной системе инпута. В версии 5.2 все необходимые настройки, а также плагин, заранее подключены, поэтому сразу в папке инпутов создаем три input action. Первый input action — jump, то есть прыжок. Его настройки изменять не нужно, так как изначально стоит значение digital boolean, как раз то, что нужно, целочисленное значение. Далее input action look, обзор. его значение необходимо поменять на axis 2D, вектор 2D, то есть направление. И последний input action — движение — move. У него будет такое же значение axis 2D, вектор 2D. Создадим папку экшенов, туда переместим наши инпуты для удобства. Следующим шагом будет создание мэппинга, то есть контекста сопоставления ввода. Выбираем Input Mapping Context. Называем его дефолтом, и в нем сопоставляем ранее созданные импуты. Первый прыжок, он будет реализован на Spacebar. С ним все, никаких доп-настроек не нужно. Далее обзор. Он обычно регулируется движением мыши, его мы и сдадим. Причем в обеих осях, X и Y. Здесь нам уже понадобится модификатор, а именно отрицание, нгейт. Причем только по оси Y. Для этого убираем лишние галочки. Добавляем третий инпут, движение. Движение осуществляется на клавише WSID, их и перечислим. Первый W. Для нее нам понадобится модификатор Swissal Input Access Value, прокручивание значения оси ввода, чтобы клавиши регистрировались как оси Y, вместо оси X, по умолчанию. Далее с клавиши S. Мы также добавляем Swissal Input Access Value, а также модификатор отрицания, так как мы бежим в обратную сторону, причем во всех осях. Также клавишу A с отрицанием во всех осях, так как мы бежим влево. И клавишу D без каких-либо модификаторов. При нажатии на нее мы бежим вправо. А сейчас все сохраняем и закрываем мэппинг. Далее переходим к созданию блупринта персонажа. В папке чертежей создаем блупринт класса Керкта. Этот класс отличается от класса Пешки тем, что, грубо говоря, им можно управлять, передвигать и производить какие-то действия. И так называем блупринт PPA ThirdPersonEncherctor. Открываем его. Далее по порядку все настраиваем. Первое Orient Rotation to Movement. Ставим галочку. Дословно ориентировать вращение по движению. Далее найдем параметр Use Controller Rotation EA. С него же наоборот нужно снять галочку, то есть использовать вращение контроллера по курсу. Эти две настройки необходимы для того, чтобы персонаж вращался в зависимости от нашего движения. То есть при повороте в другую сторону он натурально бежал именно в эту сторону. Второе. Идем по порядку. Переходим к мэшу. Здесь задаем необходимый мэш, то есть тело туловища манекена. А также его анимацию. Пока что для примера я буду использовать его дефолтный анимационный блупринт, чтобы удостовериться, что все работает. Далее мы, конечно, сделаем свой блупринт и заменим его. Далее расположим туловище как положено по центру капсулы коллизии. Опустим на 90 единиц. И развернем на 270 градусов. Далее нам понадобится добавить компонент Spring Arm. Пружинный рычаг. Это дополнительный компонент для камеры. Он фиксирует камеру и отталкивается от стены любых других коллизий, позволяя постоянно наблюдать за персонажем, не проваливаясь в текстуры. Переименуем его в Camera Boom. Это стандартное название, будем придерживаться правил. Ее мы также немного приподнимем. И самое важное, мы должны использовать пешечное вращение. То есть найдем параметр Use Pound Control Rotation и напротив поставим галочку. Так как у нас нет анимации поворота вокруг своей оси, нам не понадобится поворачиваться и следовать за камерой, поэтому отключим этот параметр. Последняя настройка этого компонента. Изменим длину плеча, увеличив до 400. И в конце повесим Spring Arm саму камеру. Назовем ее Follow Camera. Компилируем все и сохраняем. Далее идем в Event Graph, писать логику. Удаляем все. Даже если нам что-то понадобится, мы все напишем заново. Наша логика будет состоять из 4 пунктов. Начнем по порядку с первого. То есть зафиксируем ранее созданный Input Mapping. То есть зададим управление персонажем. Первое нам нужно в Event Begin Play, то есть событие начала игры. Такие события или узлы вызываются с самого начала. С них и начинается весь алгоритм. Далее нам необходимо отослаться на контроллер игрока. Объектом которого будет, соответственно, контроллер пешки. Мы должны его получить, то есть GetController. Теперь валидация, то есть вопрос действительности. Его объектом будет переменная, полученная из контроллера. Enhanced Input Local Player Subsystem. Улучшенная подсистема локального проигрывателя ввода. Собственно говоря, добавляем сам мэппинг. Следующим шагом вызывая соответствующую функцию. Add Mapping Context. Соединяем в том числе положительный вопрос действительности. Самую функцию устанавливаем в мэппинг, над которым мы ранее работали. На этом, собственно говоря, первый пункт готов. Комментируем его и идем дальше. А именно к управлению камерой добавляем необходимый ивент и соответствующие функции управления. Первая функция ЯИнпут. Ее нам понадобится соединить с осью X. Для этого разделим значения действия на 2, X и Y. X соединим с этой функцией. Для Y добавим Pitch Input. И так же соединим. Для менеджмента добавим дополнительную точку, кликнув в два раза левой кнопкой мыши и закомментируем каждую функцию. Лево-право. И вверх-вниз. А так же весь цикл управления камерой. Переходим к управлению персонажем. Здесь аналогично понадобится соединить значения X и Y с функцией передвижения. Первая будет относиться к лево-вправо, вторая – вперед-назад. Начнем с лево-вправо. Добавляем функцию Movement Input. Для выполнения функции необходимо получить World Direction, то есть мировое направление. Для этого получаем функцию Controller Rotation. И Right Vector. Соединяем их X и Z. Ну и само значение X и Vento со значением скейла функции. И в arriver ح с газовой-вправой. В или иной. И вらки. Мири. И- То же самое проделаем из вперед-назад. И только в этом случае нам понадобится получить функцию forwardVector. И соединить только значение z. Соединяем y-значение event. Комментируем все, проверяем и идем дальше. Продолжение следует. Четвертый и последний алгоритм прыжка. Его реакцией, то есть триггером будет реализована функция прыжка. А завершением будет функция остановки прыжка. Комментируем еще раз все, проверяем, компилируем, сохраняем и переходим к гейммоду. Продолжение следует. Самая легкая часть сегодняшнего выпуска работа над классом Blueprint GameMode Base. Создадим этот класс. Назовем его ThirdPersonGameMode. Внутри него нам понадобится изменить всего один параметр, присвоить класс спешки для старта игры, то есть тот самый Blueprint персонажа над которым мы только что работали. Компилируем все, сохраняем. Теперь зададим сам GameMode, то есть в окне мировых настроек, в параметр GameMode. Установим необходимый Blueprint. Теперь можно проверить результат. Все работает корректно, как положено. Мы пока что не работали с анимациями, все что сейчас происходит это логика стандартного анимационного Blueprint. С этого момента я предлагаю самим реализовать анимационную логику и начнем мы с Blendspace. Перед тем как начать, для начала отключим анимационный Blueprint от Blueprint персонажа. Затем удалим Blueprint'ы Manny и Queen и их Blendspace. Далее создадим свой Blendspace. Причем нам понадобится 1D. Эпики намеренно его закинули в категорию устаревших инструментов, приучая работать над уже основным, полноценным Blendspace. В дальнейших выпусках мы обязательно перейдем к нему, а пока что следуем плану шаблона. Называем его TP-Wall-Run. Открываем Blendspace и сразу переводим Preview Mesh в туловище Manny. На его примере как раз я и буду все демонстрировать. Далее нам понадобится горизонтальная ось, которая будет означать скорость при движении. Так ее и назовем, скорость. Как в шаблоне, так и здесь установим минимальное и максимальное значение от 0 до 500, чтобы анимации работали реалистично. Также изменим значение массы скорости. Этот параметр смягчает переход анимации, в нашем случае от статики к динамике. Поставим 5 единиц. Наконец, выставляем 3 анимации, ходьбы на месте, ходьбы вперед и бега вперед. Выставляем каждый в соответствующую скорость, 0, 230 и 500 соответственно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Сохраняем все и закрываем Переходим к анимационному блупринту Итак, анимационный блупринт Создаем его Естественно для скелета манекена Называем ThirdPerson Здесь превью не так принципиально важно, но если хотите, можете поменять на мэне Далее нам будут необходимы переменные Чтобы постоянно не отвлекаться на них, сразу все перечислим Начнем с референсов Первая переменная будет называться Character Назначим ей тип переменной Character Эта переменная будет обозначать в прямом смысле нашего персонажа Позднее мы сдадим ее в графе, назначив всю необходимую логику Для этого также нам понадобится передвижение персонажа, то есть Movement Component Тип переменной которой будет Character Movement Далее переходим к основным периодам Переменным движением Их будет 4 Первая — Velocity Переменная скорости Но имеющая конкретное направление, следовательно, ее типом будет вектор Вторая — Ground Speed Это уже скорость в прямом смысле Обозначается флоутом, плавающим числом, то есть число, имеющее десятичную дробную часть Далее две вопросительные переменные, отвечающие на конкретный вопрос Should Move И isFallung, то есть может двигаться ли и находится ли в падении Обе переменные типа Boolean целочисленного значения Далее переходим к написанию логики Идем в Event Graph Первым делом задаем персонажа и его передвижение при инициализации Выбираем ивент инициализации анимации Далее отсылаемся на персонажа Достаем для его объекта функцию Owning Actor, то есть присвоение Далее Set Character Сдаем персонажа Таргетом достанем переменную передвижение И сразу зададим его передвижение Комментируем, сохраняем Далее нам нужно постоянно обновлять его скорость, направление И вопросы касательно передвижения и свободного падения Для всего этого нам понадобится ивент обновления анимации Достанем валидацию персонажа То есть проверку действительности от которой пойдут три последовательности Для них добавим ноду последовательности Для скорости и направления достанем и зададим все необходимые переменные, которые мы ранее назначили Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Также нам понадобится функция вектора направления Движение вверх и вниз на нее не будет влиять, поэтому достаточно x и y Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Персонаж должен двигаться только если его скорость относительно земли будет выше определенного порога Чтобы предотвратить ранний запуск анимации Математически высчитываем и задаем переменную, учитывая тот самый порог скорости Пусть будет 3 единицы, этого достаточно А также нам понадобится получить функцию текущего направления Оба условия должны быть соблюдены Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последним шагом зададим свободное падение Здесь достаточно функции падения и переменной передвижения Все комментируем, компилируем и сохраняем Субтитры создавал DimaTorzok Переходим к анимационному графу В данном графе создадим стейт-машины Они будут регулировать работу анимаций Таким образом мы пропишем алгоритм переходов из того или иного состояния При каких условиях это будет происходить И в конце концов какой анимации отображаться Начнем с первой стейт-машины Назовем ее Locomotion Внутри ее сценария будут два состояния Первое Idle, то есть состояние покоя Для этого состояния у нас есть Idle анимация Добавим ее Она будет зациклена, поэтому необходимо в Loop Animation поставить галочку Далее состояние ходьбы и бега Для нее мы и делали Blend Space Его как раз и закинем Здесь необходимо добавить переменную скорости Далее понадобится задать условия перехода В первом будет передвижение Истина Во втором ложно С этой стейт-машиной закончили И чтобы не пихать все в одну, а придерживаться порядка Кешируем эту позу Потом при надобности мы ее достанем Далее создаем следующую стейт-машину Назовем ее основным состоянием Первым состоянием как раз будет Locomotion с кешированной позой Следующим состоянием приземления Blend Здесь необходимо добавить дополнение Связанное с Locomotion машиной И саму анимацию приземления Ее также зацикливаем Переход будет только один Но для него понадобятся два условия В первом будет автоматический переход Поэтому просто ставим галочку напротив соответствующего параметра Второе условие будет зависеть от передвижения Далее следующие два состояния свободного падения Follow Loop И прыжка Jump Каждому зададим соответствующую анимацию Обе они будут зациклены Условие перехода от прыжка к падению будет автоматическим Аналогично ставим галочку Следующим шагом необходимо все состояния связать между собой И чтобы сохранить порядок воспользуемся псевдонимом То есть состоянием LS Состояние To Falling будет состоять из условий Locomotion и Land От него в свою очередь условием перехода в прыжок будет проверка высоты персонажа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так как у нас будет два условия в разное состояние от одного псевдонима Необходимо предоставить приоритет И в случае прыжка он будет первым Свободное падение уже вторым В нем достаточно указать переменную падения Далее Или аналогичный псевдоним уже от прыжка и падения Для приземления и локомоушена Его условием будет нахождение не в воздухе Далее компилируем все И сохраняем Финишная прямая В принципе все готово Осталось добавить Control Rig То есть контроль нижних конечностей Чтобы они повторяли рельеф поверхности Например ступеньки Необходимо добавить дефолтный слот И далее сам rig Который к счастью у нас появился вместе с манекеном Задаем его в деталях Ставим галочку на входе и выходе И добавляем переменную нахождение не в воздухе Все, компилируем, сохраняем и проверяем Не забываем установить заново новый анимационный blueprint нашему персонажу Наконец-то все готово Все работает Наверное вы заметили, а может быть и нет В этом видео я совершенно иначе подошел к монтажу Я постарался смонтировать все одним дублем Максимально сохранил весь процесс создания Поэтому видео получилось почти часовым Но при этом максимально информативным Не люблю лить воду И старался не допускать ее и здесь Надеюсь вам все понятно И я ничего не упустил Если подобный формат вам покажется лучше Я продолжу так и делать Да, длиннее, но зато понятнее Если вы досмотрели до конца То по секрету скажу, что в телеграм-канале я оставил вордовский файл Весь план создания этого шаблона Каждое действие там описано Грубо говоря, это документация И с одной его помощью ты спокойно сможешь это все повторить Я ее писал изначально для себя И даже не думал ее куда-то выкладывать Но я решила почему бы и нет Надеюсь она и тебе будет полезна Переходи в мою телегу Ссылочку я оставлю в описании Впереди продолжим заниматься этой рубрикой Разберемся в шаблоне от первого лица Создадим свои механики шутера И ближней боевки Да и многое другое Так что всем спасибо И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok